Привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном Канаде. И офигительная новость при условии, что премьер-министр этой провинции договорится с федеральным провинством. Сегодня произошло интересное событие. Одна из провинций Канада, о которой мы сегодня поговорим с вами, заявила, что квоты, которые были выделены федеральным провинством Канады для данной провинции, крайне малы. И провинция хочет больше, больше, больше и еще раз больше мигрантов. Ребят, вы мне постоянно говорите о том, что, Вань, слушай, ну задолбал ты снимать из машины. Вот зачем тебе эта машина? Вот что ты сидишь в этой машине? Нахера тебе это надо? И я вас понял, услышал. И сейчас сделаем ролик из Бруклина. Были когда-нибудь в Бруклине? Бруклин — это пригород Нью-Йорка. Ну, это часть Нью-Йорка, можно так назвать. Были когда-нибудь в Бруклине? А я вот был. Я там наснимал проходок, и я думаю, вам будет интересно. Кроме того, прошу не обращать внимания на мусор. Нью-Йорк — это такой город, где везде справа слева постоянно мусор. Так что сейчас мы будем слушать про провинцию Канады, которая заявила такие вещи интересные. А также будем с вами гулять по Бруклину. Как такое? Поэтому давай, ставь лайк, напиши хороший комментарий, желательно из трех-четырех слов. И давайте обсудим вот эту новость. В ссылках в описании, напоминаю, я оставлю официальный источник, откуда я взял эту информацию. Ну, а мы начинаем. Поехали. Итак, дорогие друзья, начинаем обозревать новость и гулять по Бруклину. Смотрите, Антарио хочет увеличить количество иммигрантов, а также увеличить свои иммиграционные полномочия. Прошу обратить на это внимание. Премьер-министр Антарио. Как вы знаете, в каждой провинции есть собственный премьер-министр. Это некий такой типа чувак, который рулит собой провинцией в целом. Над ним стоит федеральное правительство, но мы сейчас говорим про премьер-министра Антарио. Что он хочет? Премьер-министр Антарио планирует оказать давление, внимание, на федеральное правительство Канады в отношении введения иммиграционных правил аналогичным, внимание, к Вебеку, чтобы Антарио могло решить проблему нехватки рабочей силы по всей провинции. Потрясающе. Мне уже с самого начала нравится, как они говорят о том, что они собираются оказать давление на федеральное правительство Канады и хотят замутить такую же тему, как делает это Квебек. Как вы знаете, у Квебека свои собственные программы иммиграции. В большинстве своем Квебек отдан, так сказать, на откуп самому Квебеку. Федеральное правительство Канады не лезет в иммиграционные программы провинции Квебек. И самое интересное, если мы даже возьмем с вами иммиграционный план правительства Канады на 2020-2024 год, вы не увидите там квот по Квебеку, потому что у Квебека собственные квоты. У Квебека собственные иммиграционные программы. Об этом же и говорит провинция Онтарио. Говорит, какого черта есть Квебек, да, у них собственный квот, они сами там все разбираются. А почему нам, правительство Канады, в целом федеральное правительство дает разрешение нанимать столько-то иммигрантов, приглашать, прошу прощения, либо не приглашать столько-то иммигрантов. Это очень глупо, как они считают. Смотрите, что говорит премьер-министр Онтарио. Перед лицом исторической нехватки рабочей силы нам нужно более большое количество квалифицированных работников, чтобы заполнить пробелы здесь, в Онтарио, и по всей стране. Это заявление он сделал для газеты, ну, печатного-непечатного издания «Торонто Стар». В ссылках в описании я оставляю эту ссылку, вы можете ознакомиться с непечатным изданием. «Я знаю, что другие премьеры согласны с тем, что провинции не могут сделать это в одиночку. Нам нужно, чтобы федеральное правительство работало с нами, чтобы решить проблему нехватки рабочей силы, чтобы наша экономика оставалась сильной в эти трудные времена». Здесь мне нравится то, что они подчеркивают, что большинство премьеров по провинциям Канады согласны с ним, и о том, что надо больше иммигрантов. Как бы, понимаю, 400, там, 11 тысяч, 410 тысяч, это, конечно, потрясающе все, потрясающе. Но нехватка рабочей силы в Канаде безумная. А самое интересное, что нехватка рабочей силы безумная, а количество безработных маленькое. Следовательно, тупо, прям по статистике можно понять, что Канаде тупо не хватает рабочих рук, рабочей силы. Соглашение между провинцией Онтарио и федеральным правительством об эмиграции должно быть продлено этой осенью. И премьер-министр провинции Онтарио надеется договориться о значительном увеличении числа рабочих, принимаемых в Онтарио. В данном случае под рабочими он имеет в виду не только рабочих по рабочим визам, но и иммигрантов в большинстве своем-то, понимаете. Он говорит, что рабочая сила — это те, кто приехали в Канаду, работают, и те, кто эмигрировали в Канаду, и работают. И самое интересное, я понимаю, почему в данном случае премьер-министр провинции Онтарио решил заявить об этом вот сейчас. Потому что осенью они должны продлить иммиграционные соглашения между провинциями, и федеральное правительство должно провинции Онтарио выставить квоты на иммигрантов на следующий год. И он говорит, алё, гараж, нам как бы не хватает иммигрантов. Вы нам дали иммигрантов? Мы, кстати, сейчас поговорим о том, сколько иммигрантов им дали. И, короче, понимаете, ситуация очень интересная. Вроде бы премьер-министр провинции — это тоже такая, ну, как бы, одиозная, одиозная, я бы сказал, личность. И эта одиозная личность, как бы, она когда что-то думает, она прямо так вот говорит. И я, как бы, согласен в данном случае с ним. Я во многом не согласен с ним, но в данном случае я согласен. В Канаде катастрофическая нехватка рабочей силы. Вот. Онтарио надеется получить 18 тысяч квот на иммиграцию. Вдвое больше, чем 9 тысяч, предоставленных изначально. Но самое интересное, им 9 тысяч было предоставлено в этом году изначально. Но они умудрились притащить 9700. Именно по квотам, именно в провинцию. Мы сейчас не говорим про федеральные программы. Именно про провинцию мы говорим. То есть сейчас вы скажете, а какие 9 тысяч вообще о чём-то? Это же мало. Нет, мы сейчас не говорим про все программы иммиграции. Мы сейчас говорим конкретно про квоты именно по программам, именно провинции. Так вот, у них 9 тысяч, а они пригласили 9700. То есть они уже пошли на то, что они не послушали правительство Канады в лице федерального правительства и увеличили себе квоту на 700 человек. Но это произошло через ошибку. Была очень интересная история. Они, получается, открыли программу, люди начали набираться. И они её вовремя не закрыли. И в итоге они одобрили больше виз иммиграционных, чем могли. Но они так говорят. Я, конечно, не знаю, правда ли это неправда. Потому что, ну, как бы, а может быть, они правда рубильник вовремя не закрыли и специально побольше к себе притащили. Но выглядит это так, что они говорят, что это ошибка. Так вот, они хотят в этом году получить не 9 тысяч, а 18, что в 2 раза больше. А вы же понимаете, это только вот провинциальные программы провинции Онтарио. То есть, понимаете, ещё федеральные программы, ещё что-то. То есть, вообще, начинается очень интересная движуха. Если сейчас провинция Онтарио прогнёт правительство федеральное в этом плане, то это приведёт к тому, что другие провинции скажут, ага, это интересный прецедент. Прецедент интересный. А ну-ка мы тоже попробуем. И начнут квотирование подбивать. Посмотрите, что творится сейчас. Я недавно выпускал ролик с провинцией Нью-Брансуик. Они закрывают определённые программы иммиграции, потому что у них заканчиваются квоты на этот год. А хотя ещё полгода осталось вперёд. И доходит это до того, что, мне кажется, следующими будет уже провинция Нью-Брансуик. Скажет, слушайте, ну вы же Онтарио повысили квоту, увеличили в два раза, увеличьте нам. Опять же, это моё сугубо личное мнение. Посмотрим, как будет. Возможно, правительство Онтарио не договорится с федеральным правительством. И получит эти вот грёбаные 9 тысяч квоты на провинциальные программы. Провинция сообщает, что в ней имеется, внимание, 378 тысяч незаполненных рабочих мест. В основном это сфера здравоохранения и строительства. Премьер-министр провинции также хочет сократить время ожидания для обработки иммиграции, учитывая, что в настоящее время это занимает около 26 месяцев в целом, либо по экспресс-энтри 18 месяцев. Он говорит, что это хереть долго. И, ребят, давайте что-то решать. И, надеюсь, если они всё-таки как-то продавят федеральное правительство Канады, то мы придём к тому, что к радости нашей, именно если, может быть, по провинциальным программам провинции Онтарио, рассмотрение сократится. Он сказал, что планирует обратиться к федеральному правительству в ближайшее время, чтобы заложить основу для пересмотра иммиграционного соглашения между Онтарио и Канадой. Цитирую. «Откровенно говоря, я бы хотел видеть иммиграционную систему в стиле Квебека, здесь, в Онтарио, где бы мы имели больше права голоса в отношении мигрантов, которых мы выбираем для заполнения рабочих мест и создания больно сильного сообщества». Сказал он и добавил, что Квебек выбирает около 90% экономических иммигрантов. Это означает то, что Квебек берёт больше тех, кто работает, а не какие-то там бизнес-программы, IT-программы, именно рабочего класса. Я думаю, что Онтарио заслуживает того, что и заслуживает Квебек. И мы должны иметь подобную систему у себя здесь. В целом, как-то так, дорогие друзья. Интересные подвижки сейчас происходят в этой сфере. Я буквально неделю назад, только неделю, несколько дней назад делал ролик о том, что в Нью-Брансвике вот такая проблема. Я говорил, что это, скорее всего, скорее всего, это квоты. Моё сугубо личное мнение оказалось, скорее всего, правильным. Разве даже премьер-министр провинции Онтарио заявляет о том, что Онтарио хочет увеличить квоты на иммигрантов в рамках провинциальных программ, повторюсь, в два раза. В два раза. Потрясающе. Ну, а на сегодня всё, дорогие друзья. Ставим лайки. Не забываем писать хорошие комментарии. Можете писать плохие комментарии. Я в целом рад любым комментариям. До скорого. Пока.